чтобы создать Вселенную, вышел, он потом разделился на три основных импульса. И так их три основных импульса получаются. Первый — импульс к активности жизни. То есть он захотел создать Вселенную. Волевой импульс. Второй импульс — импульс к объединению всех тех атомов и всех тех частичек в космосе, которые он создал. И третий импульс — это активность в отношении между всеми частями в космосе для того, чтобы идти к какой-то цели, а потом перейти на новый уровень развития, вернуться опять в сердце и в лоно нашего великого Творца, того, о котором ничего не может быть сказано и который находится за пределами нашей Солнечной системы. Вот эти три основных импульса человеческим языком можно назвать так — воля, любовь и активный интеллект или разум. И во всех религиях их называют Троица, Великая Троица — Бог-Отец, Бог-Мать, Бог-Сын. Но мы с вами здесь занимаемся не религиозным аспектом, а пытаемся понять некоторые явления реальные, которые в космосе есть. Итак, Великий Творец, Бог, который за пределами Солнечной системы, который Бог нашего Бога, нашей планеты, создавая эту Вселенную, выпустил три очень мощных потока. Первый — воля, второй — любовь, и третий — активность и разум. А далее эти чистые энергии Божественные, очень сильные, должны были строить миры. Для этого им понадобились специальные строители. И поэтому вот эти три Великая Троица Божественная разделилась ещё на семь потоков. И эти семь потоков или четыре дополнительных потока называются строители, энергии строителей. Их можно назвать так. Четвёртый поток — это достижение баланса и гармонии в хаосе. Пятый поток — это отслеживание причинно-следственных связей. Шестой поток — это активное формирование следующей цели, стремление к следующей цели, способность её увидеть. И опускание цели в плотную материю — это седьмой поток. Итого получается, что Бог единый, одновременно является Троицей и одновременно является семью строителями. Эти семь потоков основных строят всё. Наши тела построены из этих семи основных потоков строителей. Наша планета, все царства природы — всё-всё построено из этих семи базовых потоков строителей энергетических. Каждый имеет свой цвет, свой звук, свою цель, своё имя. Но каждый из них — величайший разум в космосе. Величайший разум, сопоставимый только с тем, как можно быть чакрой того великого Бога, о котором ничего не может быть сказано. Таким образом, наш галактический логос имеет семь чакр. Одной из чакр является наша Солнечная система, а именно анахатой — сердцем. Все семь чакр излучают семь видов энергии. Они настолько активны, божественны и разумны, что они построили наш космос, нашу Вселенную. Но мы с вами являемся частичками, клеточками, поэтому мы отражаем эти семь основных потоков. Вот почему этот курс будет посвящён семи этим потокам. Мы будем их искать внутри себя, потому что если мы найдём, то мы поймём, как мы связаны с великим Богом, с великим Творцом изначально через свои потоки космические, и почему в нас одни потоки сильно выражены, а другие чуть слабее. Но самое главное — мы поймём задачу, почему мы родились на этой земле.